Авиасейлс.ру Спонсор репортажей Мобайл МХО с Мобайл Уорлд Конгресс Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. Присутствие стенда автомобильной компании на крупнейшей выставке, посвященной мобильным технологиям, только на первый взгляд кажется событием из ряда вон выходящим. На самом деле все гораздо проще, и из всех правил есть исключения. Так Ford построил целый стенд для демонстрации своих мобильных инноваций. Именно сюда мы с вами и отправляемся. Основой экспозиции является разработанная совместно с Microsoft технология SYNC, которая является неотъемлемой частью автомобиля. Специально для демонстрации возможностей Ford построил вот такой стенд. По сути, это компьютер с голосовым управлением, который интегрирован внутрь машины. Он активируется с помощью специальной кнопки, расположенной под рулем, а вся служебная информация выдается вот на этот дисплей. Система голосового управления активируется в тот момент, когда вы введете машину и не хотите отвлекаться от дороги. Нажатие на кнопку выводит приглашение системы. Она просит, чтобы я ввел команду. И сейчас перечислят возможные варианты управления. Сейчас система перечислила все возможные варианты коммуникации. Это подключение к навигации, к USB-входу, к телефону или, например, к iPod. Если что-то непонятно, можно отказать help, и, соответственно, она еще раз повторит то, что она может для вас сделать. Например, у меня есть флешка, на которой записана музыка. Сейчас я попробую подключить ее к системе и запустить эту самую песенку с помощью голосовой команды. Итак, подключаемся и даем голосовую команду. USB Play track pink Да, получилось. Он действительно распознал, что на этой флешке у меня записана пинг, и мы слышим этот волшебный голос. Аналогичным образом можно управлять и айфоном, и айподом, и любым другим телефоном, который подключен с помощью Bluetooth. В таком случае можно не только звонить, но и, например, слушать ту же самую музыку через протокол А2ДП. Главное, что во время этого диалога с машиной не нужно отвлекаться от дороги и смотреть на всю эту россыпь кнопок на передней панели. Фактически, каждая ваша команда сопровождается уточнением от системы или комментарием, что она вас правильно поняла и сделает именно то, что вы хотите, либо не сделает, и тогда она предлагает воспользоваться помощью. Но так или иначе, вы ведете машину и находитесь в таком неком диалоге. Сама по себе система SYNC модульная, то есть, если, например, автомобиль не снабжен навигацией, то этот пункт просто будет исключен из меню. И, напротив, если есть что-то больше, то это нечто большее можно воткнуть внутрь системы. К примеру, в Америке сейчас проходит испытание программной настройкой, которая называется Uplink. С помощью этой системы в SYNC можно добавлять и загружать специальные приложения, различные программы, и они просто добавляются как пункты меню на обычном планшете. Интересно, что это наше не первое знакомство с системой SYNC. Я вспоминаю выставку Sebi 2011 года. Тогда Ford тоже показывал, но это был только пилотный проект, это была точно такая же приборная панель. А сам SYNC был несколько другим. Там был большой дисплей, много разноцветных меню, много анимаций. И все это было достаточно празднично и очень красиво. Я думаю, что тот минимализм, который мы видим в рабочем SYNC, который устанавливается на реальные автомобили, как раз-таки выверен с точки зрения эксплуатации и с точки зрения правильности восприятия. Но одно дело сделать вот такой вот пусть и красивый, но и виртуальный тренажер, и тогда и сейчас. А другое дело показать ту же самую систему, реально работающую на реальной машине. Но, к счастью, у нас есть и такая возможность. Прямо за этим стендом во дворе компания Ford представила несколько автомобилей, оснащенных системой SYNC. И у нас есть реальная возможность с ними сейчас познакомиться. Итак, кататься мы будем вот на этом синем красавце. Это Focus ST, на бортах которого гордо написано Connected by SYNC. Что ж, посмотрим, что это за штука. Итак, мы начинаем. Для начала мне нужно воспользоваться навигацией и по четырем точкам ехать по специально заведенному маршруту. Предлагаю сначала отъехать место. Попробуем. Ух ты, здесь контроль слепых звон. Да, конечно, комплектация машинки классная. Итак, мы достигли первой точки. И сейчас я попробую воспользоваться тем самым Microsoft SYNC. Я нажимаю клавишу, которая находится под рулем. И что-нибудь у нее спрошу. Продолжение следует... Погода. Сынørsy следует... Погода. ipod line in or bluetooth audio for settings say phone or voice settings for more information see your users manual please say a command phone no phone is available right now i will try to connect one понятно значит система предложила мне воспользоваться каким-либо из устройств которые она знает и понимает я сказал что хочу попробовать телефоном пообщаться на что она мне сообщила о том что телефон к сожалению не найден давайте что-нибудь еще спросим у нашего синка ну например например что-нибудь с климатом потеплее сделаем climate медиа-девайс понятно нету USB Ну конечно, естественно, я же ничего не воткнул Интересно, то есть получается, что сделать потеплее либо похолоднее я уже не смогу И на это мне придется отвлекаться с помощью кнопочек То есть получается, что наш сим в данной версии управляет только медиа-носителями То есть такой некий развлекательный центр который связан с навигацией связан с управлением, подключением внешних устройств вроде там, например, iPod'а либо какого-то USB-источника Если есть телефон, то, возможно, можно попробовать подключиться и к телефону Кстати, нам никто не мешает попробовать сделать это сейчас через небольшое количество времени Итак, вот наша кнопочка Здесь нарисован человек, который что-то пытается сказать и я сейчас задам вопрос Синк, please say a command Синк, please say a command Фон Нет, у телефона Я могу подключиться Попробовать подключиться Ищет Отлично, no phone found Обратите внимание, что дисплей зажег себе знак 40 И на самом деле я только что въехал в зону действия этого знака И машина сама подсказывает, как и когда нужно ехать Достаточно любопытная история Будем следить за тем, когда этот знак пропадет Предполагаю, что это случится где-нибудь в районе следующего перекрестка Ну вот пока, пока мы находимся в зоне действия знака Интересно, это распознается сам автомобиль или это заложено в навигационную программу Значок потускнел Похоже, что действие знака окончилось Все, я понял Значок 40 активируется, когда ты едешь либо 40, либо чуть быстрее Если ты едешь медленнее, то этот же самый значок 40 становится нецветным То есть он показывает, что ты держишься в рамках Вообще, я себя поймал на мысли, что какое-то странное ощущение возникает От управления такой машиной, напичканной до предела различными электронными технологиями И система SYNC, как таковая, здесь является таким очередным придатком Ко всему этому великолепию Спасибо большое Но самое главное, чего я жалею Это то, что по улицам Барселоны нельзя погонять как следует И в полной мере раскрыть потенциал двухлитрового эко-буста Мощностью 250 лошадиных сил Ведь это все-таки не что-нибудь, а фокус СТ Вот так мы увидели работу SYNC внутри реального автомобиля Не все идет гладко, но система уверенно распознает голосовые команды Здесь и сейчас мы говорили с ней на английском языке Но разработчики уверяют, что в России она заговорит с нами по-русски Мне же хочется пожелать компании Ford, чтобы SYNC полностью научился обходиться без водителя Ну или, по крайней мере, поддерживать с ним разговоры на отвлеченные темы До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok